Говорит Черкесск Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии завершается капитальный ремонт 18 школ. По поручению главы Карачаева-Черкесии в регионе введена дополнительная выплата для сельских врачей. В Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в предстающую субботу пройдет Всероссийский фестиваль фольклора «На веки с Россией». Главным новостям. По поручению главы Карачаева-Черкесии в регионе введена дополнительная выплата для сельских врачей. На очередном заседании правительства утвержден порядок предоставления единовременной региональной выплаты медработникам в 2022 году. Согласно проекту, помимо федеральной выплаты в рамках программы «Земский доктор», врачи получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. В частности, в текущем году данную выплату предоставят 21 врачу, заключившему договор и прибывшему на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тысяч человек. В Усть-Джигутинской центральной районной больницы появилась собственная кислородная станция. Это значимое событие для больницы, сотрудникам которой во время пика пандемии пришлось серьезно потрудиться, чтобы обеспечить жизненно важным кислородом пациентов ковидного госпиталя, развернутого в свое время на ее базе. В кислороде сейчас нуждаются пациенты с постковидным синдромом. Многие из них до сих пор ощущают на себе последствия перенесенной болезни и вынуждены обращаться за помощью к медикам. Сейчас в отделениях Усть-Джигутинской центральной районной больницы оборудовано около 200 кислородных точек, комментирует главный врач больницы Марат Шакманов. В последнее время участились случаи, когда раньше, мы где-то уже работали давно, такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию. Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные, на фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше. У них улучшается качество жизни. Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно. Это усталость, утомляемость, бессонница, головные боли. На фоне кислорода им становится заметно лучше. Глава Карачаева Черкесии поздравил жителей Адыгеи со столетним республики. Трудолюбие жителей Адыгеи, их любовь к родному краю и стремление сделать этот уголок России еще прекраснее позволили им достичь значимых результатов социально-экономического развития, построить прочный фундамент государственности для будущих свершений. Сегодня Адыгея – динамично развивающийся субъект России, который меняется на глазах со своей уникальной культурой многовековой истории. От всей души поздравляю Мурата Кумпилова и всех жителей Адыгеи с праздником. Мира, добра и процветания братской Адыгеи, о каждой семье благополучия и гармонии. Вперед к новым вершинам! Написал в своем телеграм-канале глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В Карачаеве Черкесии завершается капитальный ремонт 18 школ. Работы на объектах образования проводятся в рамках реализации регионального проекта модернизации системы школьного образования в Карачаеве Черкесии. Всего в программу вошли 23 школы республики. Работы на 18 объектах образования будут завершены до 1 сентября текущего года. Капремонт на остальных пяти объектах планируют завершить до конца следующего года. Помимо этого, в рамках мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций и в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации ведется капитальный ремонт двух объектов – школ в ауле Псыш и в станице Исправной. Работы на объектах завершатся до 1 августа и 1 сентября текущего года соответственно. Кроме того, на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии ведется строительство пяти школ. Школа искусств Черкеска, где сейчас в активной фазе реконструкция здания, стала объектом внимания Республиканской общественной палаты. Задачу контролировать в своих регионах строительство и реконструкцию детских образовательных учреждений перед общественниками поставил лично президент страны Владимир Владимирович Путин. Строительство школы искусств в Черкесске было начато в прошлом году. Работы идут с опережением графика. Планируется также, что уже в сентябре учреждение возобновит работу. Комментирует информацию председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова. Мы услышали, что федеральные деньги получены в полном объеме, республиканское софинансирование получено в полном объеме, освоение финансовых средств происходит более чем на 90%. И, соответственно, мы увидели работу подрядчика. Надеемся, что подрядчик, который обещал нам и установил соответствующие сроки до выполнения данного проекта, вложится в эти сроки. Общественная палата будет контролировать этот момент. Но, изучив документы, мы видим, что сроки выполняются. Более 80% госучреждений Карачаева-Черкесии подключены к платформе обратной связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый. Еще в недавнем прошлом был только один способ обратиться в государственные органы через нарочное написание заявления. Сегодня, благодаря внедренной платформе обратной связи, более 80% учреждений Карачаева-Черкесии имеют на своих сайтах виджет обратной связи, куда можно нажать и сформировать официальное обращение, на которое государственный орган обязан ответить. Официальное обращение можно сформировать также на портале госуслуг и в мобильном приложении госуслуги «Решаем вместе». Соблюдение противопожарных норм и правил на хлебных полях, зернотаках, полевых станах – главная цель профилактической операции «Урожай», которая продолжается в эти дни в Карачаево-Черкесии. Инспекторы проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, элеваторов, хлебоприемных пунктов и уборочной техники. По мнению специалистов, это должно существенно повысить уровень пожарной защиты сельскохозяйственных объектов. Противопожарные инструктажи проводятся не только с землепользователями и владельцами земельных участков, но и с трактористами-комбайнерами. В эти дни сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ахабесскому и Абазинскому районам провели рейд в одном из сельхозпредприятий. В ходе визита представителями МЧС особое внимание уделялось организации работы по опашке вокруг зерновых полей и их разграничению на участке, проверке состояния противопожарных источников и подъездных путей к ним. Кроме того, была проведена разъяснительная работа с рабочими предприятиями, распространены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности. Руководство Зеленчукского пожарно-спасательного гарнизона провело рабочую встречу с главой Зеленчукского муниципального района Алексеем Науменко. Основная тема встречи – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, а также повышение эффективности взаимодействия в случае возникновения чрезвычайной ситуации и пожаров. Рассмотрены вопросы по мерам обеспечения пожарной безопасности на территории Зеленчукского муниципального района. На обсуждение был вынесен ряд вопросов, касающихся готовности к зерноуборочной кампании. Было рекомендовано принять меры, предупреждающие распространение огня при природных пожарах и возгорания на сельхозугодиях. Полицейские Карачаева-Черкесии выявили 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. В рамках проведения оперативно-профилактической операции МАК сотрудниками полиции органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии в разных районах республики было пресечено 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Изъятым является вещество растительного происхождения и его производным, инструменты и оборудование для употребления, а также медицинские шприцы с наркотическим средством. Возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 228 «Незаконный оборот наркотических средств». Одно уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Ликвидировано 6 крупных очагов произрастания дикорастущей конопли на территории республики. В отношении жительницы Карачаева-Черкесии возбуждено 3 уголовных дела по фактам мошенничества. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудникам МВД установлено, что 53-летняя жительница Черкеска, работник автошколы, обманным путем завладела денежными средствами троих жителей станицы – Беломичетской и Ставропольского края. Женщина пообещала потерпевшим оказать помощь в получении водительского удостоверения. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Подозреваемая задержана, дала признательные показания. Сотрудники уголовного розыска Урубского района установили подозреваемого по факту кражи строительных материалов в ноябре прошлого года. Им оказался ранее судимый 35-летний житель республики Адыгея, который доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенная частично изъята. Сумма ущерба для заявителя составила около 55 тысяч рублей. Кабинет министров утвердил план дополнительных мероприятий по празднованию столетия образования Карачаева Черкесии, которые будут проведены до конца года. Среди запланированных мероприятий – фестивали народного творчества «Мы вместе» во всех муниципальных образованиях республики, международный фестиваль фольклора «На веки с России», фестиваль классической музыки «Классика под звездами», гала-концерт, посвященный столетию Карачаева Черкесии, выступление Московского театра «Мимики и жеста» со спектаклем «Ночь перед Рождеством» для инвалидов по слуху, фестиваль воздушных шаров, световое лазерное шоу, театр живых скульптур и многое другое. В Черкесии в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в предстоящую субботу пройдет Всероссийский фестиваль фольклора «На веки с России». В нем примут участие мастера народных промыслов и фольклорные коллективы из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Астраханской областей и других регионов. Будут представлены 12 подворий из районов республики, пройдут также мастер-классы по народным промыслам, керамике, золотому шитью, резьбе по дереву и многим другим. Начало фестиваля в 11 часов. В 18 часов запланирован гала-концерт на главной площади Черкеска. В детском летнем лагере «Лесной» состоялась встреча ребят с ветеранами Афганистана. На встрече дети узнали много об афганской войне и о наших земляках, которые принимали в ней участие. Минутой молчания почтили память павших солдат и офицеров, отдали дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и героизм, выполняя боевой долг. Воины-афганцы особо выделили в своем рассказе роль дружбы, солдатской поддержки, дали ребятам ценные жизненные советы о том, что надо любить свою страну, своих родителей и честно выполнять воинский долг. 1 августа в поселке Архыс пройдет эко-игра «Пластиковый путь». Весь собранный по результатам игры «Пластик» будет переработан в синтепон, из которого будут изготовлены комплекты одеял и подушек для социально незащищенных семей. Семь команд студентов-волонтеров из всех субъектов СКФО приедут в курортный поселок Архыс, чтобы принять участие в экологической игре по сбору мусора. А команда-победитель в качестве награды получит сертификат на отдых в Карачаево-Черкесии. В рамках абазинских спортивных игр, которые прошли на днях в ауле Кубина Абазинского района, был зафиксирован рекорд по остановой тяге, который занесен в Книгу рекордов народа Абаза. Прославленный боец вольного стиля, чемпион Европы по вольной борьбе Исмейл Ниров поднял 310 килограммов. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 27-32 градуса тепла, в горах местами до 25 градусов выше нуля, в Черкесске небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Это все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Субтитры создавал DimaTorzok